всем привет сегодня 2 июля 2024 года и нам эпигеймс раздает дополнительные 5 ассетов которые сейчас мы посмотрим первый это у нас с сет стилизованный в адский 5 биомов и в общем лоу-поле лес который в общем это все называется а раз от бандал давайте загрузим это у нас первый биом давайте быстренько пролетим по нему посмотрим что это вообще такое здесь есть вот такие вот с одной стороны похоже на кустарники но это деревья камни виде сот здесь у нас и по красный биом которые с красной травой и красными деревьями здесь у нас черный биом в общем здесь все расставлено на видите сделали чуть-чуть не небольшую стилизацию такую раз почту и раскинули деревья в общем давайте загрузимся побегаем так персонажи к наш деревья приличные лизе нету но это надо будет настраивать естественно давайте посмотрим что у нас по шейдерам так сложность материала как вы видите есть какие-то проблемки так я не понимаю почему но здесь в общем трава направлен настроена неверно видите вот эти красные полоски это у нас лоды прогружаются то есть какой-то из лодов неверно настроен по материалу либо просто пытается прогружаться в общем надо смотреть но здесь у нас дерево очень плачевная что у нас по сеточки но при при приемлемо можно можно использовать небольшие настройки давайте хотя бы fps посмотрим но на видеокарте 3080 100 fps не знаю как здесь сделан в инскейп в принципе приемлемо так здесь у нас но обычном статик мыши мина накидано в инскейп я предполагаю у нас один до ну ладно следующие посмотрим что там есть она здесь просто расставлены модельки как раз таки лоу поле деревья бревна грибы камни травинки указатели тоже вот деревья которые набросаны это типа снега я так предполагаю кустарники и оставшиеся деревья которые не выкорчевали здесь у нас 2 биом вот такие вот деревья хорошо выглядят симпатичные вот эта вторая часть мне вообще очень нравится здесь деревья я думаю что не очень все остальные модельки ничего нормальные я обойду черный цвет не особо интересен здесь у нас такие вот пальмы такой осенний цвет также имеется кстати хорошая вещь настраивается с помощью сплайна навесной мост есть кусты ну в общем красиво давайте быстренько пробежимся и посмотрим она очень 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 видите да какая-то прогрузочка все таки есть где-то что-то не то в общем надо смотреть что с камнями почему-то они все красные ну вот и из данные травы а это не трава это ланс кейпу она с ланс кейпом еще может быть так это не то давайте быстренько здесь пролетимся но здесь те же самые деревья которые мы предыдущем видели просто они накиданные на ланс кейп так ну и вот здесь уже все расставлено построили вот такую дорожку все деревья накидали по окружности давайте посмотрим что у нас здесь у нас все отлично вот кроме вот этой травы что здесь вроде она совпадает но почему-то видимо какие то есть проблемы все остальное шикарно так перейдем ко второму это у нас мега magic pack в общем давайте тоже его загрузим так это у нас мега magic давайте поставим уровне и запустим симуляции сейчас он прогрузится а то все сразу начинает проигрываться и затухание немножко обработки происходит потому что у меня загружается с обычного жесткого диска не но красиво очень красиво вот этот мега пак с визуальными частями конечно рекомендую взять давайте зайдем персонажикам хотя бы так посмотрим не но шикарно шикарно смотрите только вот в определенных местах где у нас большое количество прозрачных элементов да все остальное вот смотрите видите зеленые да эти точечки эти спрайты или это не спрайт или это мыши в общем шикарно берем обязательно так здесь есть из нескольких карт давайте посмотрим что тут так он сейчас у нас про пейнг проходит вот так вот как будто бы человек имеет какую-то ману и пускает молния здесь от шикарно можно вот так зайти и посмотреть как это будет на персонажики допустим смотреться нормально классно так да вот эти немножко сваждают материалы да видите уже белые цвета пошли но это только лишь вот при использовании самого персонажа а он много не использует так сейчас прогрузится о здесь у нас какие-то щиты смотрите даже персонажи искажается за этим щитом нормально вот такие вот элементики огонь и медные трубы в общем классный пак возьмите обязательно естественно вот при таких объемах будет все слишком нагружена но это это приходится создавать если вы хотите красивой визуальной части третье это у нас средние средиземноморской так скажем как это переводится побережье берег давайте загрузим его так и запустим что там где там наш персонаж оказывается кажется пока неизвестно дорожка чуть-чуть у нас стриминг пул конечно проседает на 300 мегабайт но нормально здесь уже надо корректировать и смотрите текстуры и материалы это принципе стандартно давайте посмотрим что у нас по шейдерам деревья прям ок трава шикарно landscape но вот скорее всего landscape у нас все и подъедает landscape возможно несколько текстур наложено друг на друга из-за этого он такой красный так дорога у нас из маша очень интересно полигонаж дерево даже посмотреть не могу кстати смотрите деревья состоят из нескольких частей давайте снизу более частая сеточка как будто для вертекс новое раскрашивание более высшее это такая плотность и так скажем менее плотная сетка либо возможно эти деревья можно как-то рубить может быть они как-то ломаются и так далее это надо смотреть по внешности они нормальные шикарники а ну вот кстати мы видим или не увидим ну вот где у нас красный текст вот здесь переход видно из одной части во вторую вот она вот нижняя более светлая верхняя более темная такая ну в общем здесь красиво как минимум хотя бы траву можно забрать трава ну красиво же да вот как у нас некоторые стримеры говорят осматривая смуту давайте перейдем к следующему следующее это у нас мировой директор npc в общем и при этом еще с мультиплеером здесь показывается как у нас персонаж куда смотрит здесь у нас рендерится npc да все остальные имеют определенные оптимизационные лоды скажем уровне если мы здесь показывается предыдущая версия где персонажи как видите менялись в шарики до образно которые пропадают а в нынешней версии видимо новый последний у нас персонажи на дальних планах не пропадают и у них отрабатывает еще анимации и это прям шикарно потеря практически нулевая ну все зависит конечно нас что это все работает на чем работает видимо на графическом то есть на видеокарте и у них скорее всего нет коллизии я что-то мне показалось или они он насквозь прилетал в общем здесь интересная не вещи как видите они вот где-то ходят и что-то делают либо просто ходят и пятая часть это ultimate character здесь у нас можно настраивать как атаку блокировку оружие магию и так далее и анимации то что нам предоставляется здесь в дима я не совсем конечно понял давайте зайдем через меню так и у меня мышка не отрабатывает это я сейчас кинул граната извиняюсь если громко будет так науки весь у нас что так мы превратились в этого человечка так мы превратились тоже в какого-то человечка но почему-то он прозрачный наверное это в бак да это бак почему это не работает еще раз запустим прям сразу на дым наверно все это не работает что-то багует от что это у нас просто чекпоинт так кнопочки ничего не отвечают практически давайте посмотрим что дам дальше так это у нас это снова чекпоинт понятно понятно что ничего не понятно это чем у нас элементы которым можно бросать и кидать ну пройдем дальше у нас можно стать такой штучкой так мы вызвали его в общем здесь ничего себе так умею нет я так не умеет ну да понятно мы здесь просто стали другим персонажиком так но этот твин бласт стандартный парагоновский персонаж очень интересно как-то падает в общем посмотрели да у нас здесь происходит здесь настройка персонажей это ламповый свет иногда мешает что-то посмотреть а здесь просто скелета мышц стоит в общем вот такие вот как говорится пироги что вам показалось из этого более-менее симпатичным наглядным приемлемым который вы возьмете у меня как минимум 34 точно последний я не знаю необходим необходим но выглядит более-менее симпатично надо смотреть что у них там по настройке здесь есть и туториала которую можно зайти посмотреть мире комбо блокинг давайте быстренько откроем здесь он показывает как настраивать персонажи к так давайте начало взглянем а у нас и миттер чем какие-то компоненты добавляется да да и он здесь еще добавил модели персонажей длину видимо оружие настраивает и какие-то типы да то есть он скрестил по сути несколько персонажей в общем тоже хороший нужно брать а на этом все до скорой встречи всем пока